Бывают такие ситуации, которые стараются в недалеких наших просторах, которые промышляют худко реагировать правооборонную супольность. То, что было в Армении за рамку 23-го червяня, была одна из таких подеев, на которую очень хорошо реагировала сетка домов правого человека, которые выгрыкали себя помогать мостовым организациям по сбору информации в униках разгона мирной демонстрации. И как раз меня запросили поудельничать в таком визите. Мы это основная, как была домовая местовая организация, Армянская химическая ассоциация, которая рыхтует подребесный доклад по подеях разгона и того, что было все после. И они занимались о питании особой, которые были затриваны альбо уделниками демонстрации разгона и не справились с великим объемом. И там просили международной присутности, как наибольшей объективной, якосной, эффективной собрать эту информацию. И основной задачей мне, когда я там просутничала три дня, было как раз разговаривать с людьми, які знаходились у момента разгона на площади, опытывать про характер акции, про то, як поводили себе удельники, суперсионники полиции, як бывався разгон, что бывалося потом. Как потом, на поставе этой информации, наши армянские коллеги могли подребетовать подребесный доклад с выниками и рекомендациями, как все-таки исполнить подобные ситуации. По моим особистым меркованиям, по моих уражениях, мне подалось, что акция была абсолютно мирная, того, как там не было ни в алтонах, лозунгах, больше зато, и она была минимально политизованная. Там были только социальные потребования. И то, что людей, как это так грубо разогнали, с вырастанием водометов, было очень много травм и пошкоджение. И плюс, что малю все люди, которые в 5 раннице находились на месте демонстрации, были затрынены, это 237 человек, с ними вельми грубо обыходились, и подчас затрымания, и они привели по 10-12 годин на участках, им долго не тумачили, у какой якости находится, не оказывали медичную допомогу, не давали ежи, не давали звонки, не поведомляли про их место знаходжения, и потом допытывали, и не сразумевали каким статусом, то когда они подозроны, то светки, то пока это больше было подобно на некое запуживание людей. Секало, что армянская супольность, она на двород потом вышла в знак подрынки, 23-го вечера уже собралась вельми шмат людей, и после этого суперационники полиции заразумели, что и где они неэффективны, и что не варто так обыходятся. Олег факт, там великая койкость людей, на самом деле шатрымала по шкоджени, и зараз подадзены широк скаргов у местовые органы, але пакуле они не отрымали никакой реакции, потому что уланды кажут, что они поступили доброй препарацийной, а динай, про что они шкодуют, что там в лику были затрыманы журналисты, у всех, кто сдымал фото, видео, и их выдалялась всякая информация, ломалась техника наводчасом, они восьменно в итоге за эту участку попросили препарацийные, и басправили компенсовать. А за разгон основной участки демонстрантов некой стесфакции никто пока не отрымал, и тому время текавое будет развиваться по дейти, отрымается все-таки отстоять непропорционность к этой деяниям национальном взрыве, а льго доведеться за ртацию в Европейский суд в правах человека.